Каждый из нас хоть раз в своей жизни пробовал мед, тягучий по своей консистенции, вкусный и очень полезный для здоровья продукт, вырабатываемый пчелами и родственными им насекомыми. Это целебное лакомство высоко ценится во всем мире, а труд людей, занимающихся разведением пчел для получения меда и сопутствующих продуктов, приравнивается к труду шахтеров, хотя на первый взгляд кажется, что пчеловод – это некий персонаж из мультфильма «Винни-Пух», забиравший мед у пчел для того, чтобы жизнь казалась слаще. Эта история скорее продолжение знакомства с человеком, чья жизнь ничем не отличается от жизни сотен других людей. Но это лишь на первый взгляд. Герой этого фильма, за годы своей жизни успевший повидать многое, сегодня расскажет нам о той ее части, которая связана с пчелами, теми самыми, у которых персонаж из мультфильма «Винни-Пух» мед забирал. Выходец из обычной рабочей семьи, Николай Георгиевич пошел по стопам своего отца, большую часть жизни отдав работе на лесовозе. В трудовой книжке у дяди Коли всего одна запись – «Катон Карагайский, мех лесхоз, водитель лесовоза». Много поколесил по родным местам опытный шофер, многое повидал и многому научился. В один из дней жизнь нашего героя изменилась, и петляющая горная дорога вывела на ровную прямую, без спусков и подъемов, с хорошо просматриваемым вдаль горизонтом. В Усть-Изовой познакомился он с Августой, своей будущей женой, с которой и по сей день плечо к плечу идут они вместе по этой жизни. Позже из-за проблем со здоровьем баранку тяжелого лесовоза пришлось сменить на размеренную жизнь на берегу живописной и своенравной реки. Когда меня мотор шибанул, сердечко прижало, инфаркт шибанул, ну, у меня потом вот Гена наш, Сидоров, тогда 27 тебе дам. Ну, с Красковым директором договорились, сюда приехали, он мне 20 пшелосемей дал, а там пасека еще была. Ну, дом хороший был, стоял, мы его подшаманили с гучей, с ребятишками побелили, где могли, замазали, там. Ну, жили там хорошо и место хорошее для пчелок. Вот с 20 семей, ну, и за 2 года где-то, однако, до 100 давили пчелосемей. Первое время мед с начинающего пчеловода из Усть-Изовой лесхоз не требовал, давая возможность развить свои навыки в новом деле. А после долгие 8 лет без зарплаты, на скромную пенсию по инвалидности, до продажу того меда, что оставался после сдачи плана лесхозу. При этом случались такие годы, когда не то что себе накачать, лесхозу нечего было сдавать, выживали как могли. Даже государство нас обманывало. 8 лет я без зарплаты сидел, хотя работал на пасеке. Вот то, что накачаем, план сдам в лесхоз, остатки мои. Так было. А бывало, что и не накачаешь ничего, ни лесхозу, ни себе, а жить как-то надо на чем-то. Вот третья группа, пенсии маломальские у меня есть, инвалидности. Вот на это и жили. Об особенностях сладкой профессии, ставшей за годы жизни любимым делом, Николай Георгиевич может рассказывать часами. Признаться, до знакомства с дядей Колей я наивно полагал, что пчеловодство не требует больших усилий. Что может быть проще, наставил Ульев и занимайся своими делами, в ожидании, когда трудяги-пчелы заполнят соты ульевой рамки целебным продуктом. На деле все гораздо сложнее. Помимо того, что нужно заботиться о своей защите от укуса пчел, забота и внимание к себе требуют и сами пчелы. Начиная от места расположения пасеки и заканчивая сохранением мира и согласия между пчелиными семьями, которые и ульи соседние разграбить могут, и вообще улететь на поиски нового места жительства. Пчелы – народ вольный и свободный, поэтому приручить этих полосатых медоносов не удастся. Недаром пчеловодство считается древнейшей отраслью и чем-то напоминает политическую науку, с тем лишь отличием, что в фокусе внимания находится пчела, а не человек. Николай Георгиевич – не только опытный водитель лесовоза и пчеловод со стажем. Дополнительный ручеек семье приносит изготовление мормышек, искусственной приманки для ловли рыбы. Жизнь на берегу бухтармы реки во многом предопределила это занятие. Мормышки дяди Коли, больше известные как Мининские, пользуются большим спросом среди рыбаков. Причина тому – мастерство и знание тонкостей любимого дела, которым без сильного желания заниматься попросту невозможно. Уж очень это кропотливый ручной труд, требующий терпения и усидчивости. Чего тут говорить, если даже за работой умелых рук смотреть не у каждого хватит сил. С рыбалки дядя Коля возвращается сегодня пораньше. На вечер в планах – снятие магазинок, рамок для меда, с еще одного ряда пчелиных домиков. Помимо необходимого инвентаря не помешает и пара другая рук. С женой Августа и сыном Юрой процесс идет и быстрее, и веселее. Лишний раз тревожить пчелосемью и открывать улей не рекомендуется. Пчелы – это насекомые, которые не любят вторжение в свою жизнь. Агрессию у них могут вызвать даже такие простые вещи, как спешка и беспокойство. Поэтому, работая с пчелами, нужно следить за тем, чтобы все движения были спокойными, плавными и даже несколько замедленными. Если пасечник спокоен, насекомые тоже спокойны. Поняв, что им не грозит опасность, они не причинят вреда. Хотя даже опытный пчеловод не застрахован от нападения крылатого войска. Ну вот, из бушонка, курячонки здесь, здесь у меня песик был привязанный. Мы собрались идти на пасеку, чай попьем, говорю, да пойдем проходить. Мед, смотрите, откачивать. Ну, как чай попили, а у меня одежка-то вся здесь, пчеловодная, рубашка-то. Ну, вообще-то я так хожу, без ничего, в одних брючишках. Ну, пошли, вышел, что-то собака лает, лает, собачонка вот здесь. А рой чужой откуда-то пришел и прививаться-то стал не куда-то, а на собачью утку. И они его съели, облепили все. Он орет, бежать-то не может на цепи. Он воды боялся, а тут как маханул в воду с головой и нырнул в печек. Ну, я пока отцеплял его, меня всего съели. До трехсот жал с меня вытащили. Спасаясь от агрессивно настроенных пчел, Николай Георгиевич, спотыкаясь о кочке и камне, устремился к реке, наспех захватив с собой маску, чтобы защитить лицо от укусов. Тело на глазах начало приобретать фиолетовый оттенок. Не на шутку напугав с женой, с трудом отбившись от нападения, не один час провели жена Гутя с помощницей, вытаскивая пчелиный жало. Медлить в таких случаях нельзя. Нужно как можно скорее извлечь жало и обработать место укуса. Для чего вполне подойдет спирт или водка, который, если верить народной медицине, нужно принять и внутрь. Самое первое лекарство от яда – это спирт, водка. Но так-то я не пью, а пришлось, иначе кровь могла бы свернуться. Даже кто на пасеках, кто приезжает на пасеку к друзьям, там, к этим, пускай знают все, что если пчела укусила ухота, аллергия большая, сразу пускай спиртное. Иначе это опасно, это не шутка. Может отек легких быть. Человека задушить может аллергия. Так что вот я потом, ну, спирт выпил, и все вроде розовый стал, как паразит он. Несмотря на этот случай, едва не в стоивший дяде Коле жизни, пчеловодство он не бросил. Напротив, пчелы для него – это жизнь. Пока живы пчелы, будем живы и мы. Часто любит повторять Николай Георгиевич, с любовью называя непредсказуемую полосатую авиацию своими ребятишками. Магазинки сюда составляем, рамки пустые сюда составляем. Это снятый уже, где мед, как сказать, запас, тоже запас здесь. Шифонер полный, теперь этот. Вот сюда она сейчас, вот что составит мед. Сколько еще? Еще пять рядов, еще пятьдесят семей. Мед сюда, а пустые вот сюда ставим. Которые снятые в магазинке снимать будем с рамками. Вот сюда будем составлять, этот склад будет полный у нас. Каждый в своей жизни хоть единожды допробовал мед. Тягучий по своей консистенции, вкусный и очень полезный для здоровья продукт. До сегодняшнего дня наивно полагал я, что сбор меда – несложный и легкий процесс. А пчеловодство – не более чем владение медоносными домиками. На деле же все оказалось гораздо сложнее и интереснее. Помимо того, что пчеловодство вносит неоценимый вклад во многие сферы нашей жизни, это древнейшее занятие также благотворно влияет и на человека. Считается, что неутомительная, приятная работа с пчелами, проводимая на открытом воздухе, уже сама по себе служит источником здоровья. А лицам, занятым напряженным умственным трудом, работа на пасеке дает полноценный здоровый отдых. Николай Георгиевич яркое тому подтверждение. Несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, пасека дает ему тот глоток жизни, которого так не хватает многим его ровесникам. Человек, занимающийся любимым делом, будь то пчеловодство или иное занятие, может считаться тем, кто нашел свою миссию, свое предназначение в этой жизни. А если любимое дело еще и пользу для общества приносит, то с уверенностью можно сказать, что ты сложил воедино детали сложной головоломки, которую на протяжении всей жизни пытается каждый из нас собрать в единое целое, чтобы в конце пути не осталось чувства незавершенности и разочарования от того, что не успел, чуть-чуть не хватило времени. Это пчеловодство, я без него теперь не знаю, как я. Я без них никуда, без этих ребятишек. Это моя жизнь теперь. Мы живем, работаем, лишь бы они живы были. А если пчелы живы, значит, и мы будем мало-мало шевелиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!